и на bmx какие-то челленджи и даже монтажик посвящена лазанье который тоже очень это прекрасен лазанье мои нивны с вами всем привет и снес реакция на видео которое называется жуткое шоу длиной в 10 лет это мистери force и погнали смотреть поехали лазанье к этот канал на ю тубе на котором с 2008 года выходит веб-сериал представляющий собой ролики пародии на скетч из комиксов про всемирно и вот это так криповый вроде бы не что про него же делал собачку оди и их хозяин фильмов с ошибаюсь общей сложности на канал было загружено чуть ли не это полик полосы ри и причем 1 22 серии вышли в том же 2008 году а другие серии вышли аж 9 лет спустя 2017 и если глянуть все серии можно вычинять даже оттуда что-то общее например каждый из эпизодов состоит из двух частей первая часть показаны как кинематографическая инсценировка рандомного кусочка из оригинального комикса с живыми актерами и закадровым смехом который лично меня откинул лет на 15 назад где я пытался подназрать соседу каждого ролика это обычный какой-то сюрреалистичный психоделический попсовой музычкой ладно прекрасно прекрасно половине этих роликов проекты и заслужил любовь всего интернета но это лишь верхушка айсберга на самом деле в нем запрятано куда больше занимательных мыслей и идей так что сегодня и разберемся чётом к джинс играть начали как же над истории авторами лазоньяк это является закари джонсон и джеффри макс руководители продюсерской компании под названием fatal farm ребятки эти весьма интересные покопавшись на их youtube канале а также на официальном сайте становится понятно что они труш на интернет тролли работая исключительно в инете эти два мужичка начиная с 2007 года создают ролики которые высмеивают однообразности шаблонность телевидения включая мыльные оперы клипы и рекламу схема была такая взять по миллиону раз изъезженную структуру определенной медиа и добавить чепоточку лютого трэша причем стоит отметить что самого начала их творческого пути качество этих роликов всегда было на высоте то есть работа со звуком работа с картинкой все это было реально прям сразу вкинулись туда я даже не поверил своим глазам когда увидел что вот такое вот качество выкручивал кто-то в 2009 году я обычно привожу включаешь ролик нормально и у тебя там висит тоник и чуваки настолько показали уровень что с ними в какой-то момент начали связываться настоящие телевизион чеки и вот таким вот путем их портфолио пополнялась несколькими рекламными роликами например включая ту самую рекламу олдспайс оуду все видели они олдспайс делали ну окей крутые чуваки и крутые ладно в 2009 году они даже смастерили ролика к церемонии награждения mtv move awards в общем команда у них реально крутая и вот на такой вот волне медиа стёба у двух друзей зародился тот самый лазанье кэт в центре которого гарфилд оди и джон наверное если вы зайдете на их канал вы сразу обратите внимание на название роликов название это определенная дата дата публикации инсценируемого комикса в среднем продолжительность эпизодов не больше двух минут но есть и побольше похоже это обсудим что их прекрасно прекрасное видео очень логичное 15 лет назад и говорю сразу по сравнению со вторым сезоном первое это невинная пушистая овечка со вышли все серии разом это эта игра нет не надо не надо это игра и она просто гуляла по интернету тот момент но не надо не надо изначально хотели выпускать по выпуску в день но потом поняли что это непрактично я кстати не понял почему это непрактично но ладно ну то есть возможно таким образом они просто хотели произвести некий вэб-перформанс хотя настоящий парфоманс будет ждать людей лишь через девять лет но попозже попозже об этом даваться в детали каждого эпизода я думаю не имеет смысл просто потому что все они никоим образом не связаны между собой но кроме одного и того же закадрового смеха а так все серии что по визуалу что по музыке что по себе прикольно типа финалка забавно отличаются друг от друга так что глянуть их все я крайне советую зрелище довольно любопытное и интересное правда будьте осторожны потому что если будете делать это залпом рискуете приобрести желание выскочить в окно дабы не слышать этот закадровый смех но долго все давайте мы будем зацикливать внимание к первому сезону я уже слишком часто говорю что все это лишь подготовка к настоящему зрелищу 2017 года там 6 и 7 февраля абсолютно из ниоткуда на канале лазанья к это выходят тизера а уже 9 публикуется полноценный трейлер в названии которого таинственный номер телефона полностью отрывок я к сожалению показывать не могу так как но меня накажут авторские права но кратко расскажу в начале трейлера диктор подмечает что прошло уже девять лет и задают вопрос куда же летит время где-то фоном джон говорит гарфилду что пора возвращаться к публике но как это сделать они не знают тогда снова пафосный голос произносит нужно позвонить по бесплатным номеру телефона чтобы гарфилд вернул но тут же автоответчик что мне сказать спрашивает где-то возмущенно джон нужно указать свое имя и количество половых партнеров отвечает диктор джона 2 а зачем это надо спрашивает джон задавайте вопрос наберите номер ради гарфилда все это было намеком что теперь дабы вернуть гарфилда на экраны зрители должны набирать тот самый номер из названий представляться в трубку выдавая число окей это очень странно для чего спросите вы непонятно так же возможно вы не знали ради рофла ради рофла возможно ему конечно это не нужно ведь он год но если вы человек и тем более если у вас есть мы же кошки превосходно хорошую работу и хорошую зарплату соответственно потому что автор покушает отлично отлично всем счастья здоровья и этот автор покушает потому что вот сейчас будет хопа я антимайни я очень зол я украл вашего глупого блогерка потому что потому что я появился магазин и я должен получить у него скидку и это было бы правдой но у майни шоп уже скидки поэтому ребята донаты steam пополнения всякие геншины приходите смотрите ссылка в описании а мы продолжаем смотреть видос но и там же вы сможете ознакомиться со всем что вас интересует ну и вперед к светлому будущему но и как это было с первым сезоном 2 точно также разом загружается на канал только теперь это не малюсенькие ролики приколики вернее не только они на канале появляется также часовой разбор одного из комиксов и почти пятичасовое подведение итогов того самого запроса среди зрителей помимо прочего второй сезон также позаботился о расширении лора сериала например в эпизоде 1204 1980 гарфилд и оди обсуждает в каком-то чате и снятые ими же на заднем дворе и пойти на дескать его надо жестко жесткая фестиваль но и даже вин дизелью ибо видеоролик по их мнению получился реально наикрутейшим но нам-то другое хотя драка тоже интересно долго показывать не могу авторские права потому интересно нам тут другое если вбить вот эти вот самые некий гарфилда и оди на ютубе то youtube нас выведет на реально существующие каналы и чтобы вы понимали всю дотошность к деталям от ребят с fatal farm top посмотрите на дату создания канала оди аж за пять лет до публикации второго сезона по богу если вас это сейчас поразило то вы еще не видели дату создания канала гарфилда он был еще раньше за два года до канала оди но что же они там выпускают на самом деле ничего примечательного обычные домашние влоги вот в каком-то ролике оди катается на скейтборде хорош вот тут он играет на гитаре еще четыре роли урожане киношных спецэффектов по каналу оди в принципе можно составить мнение что он довольно смышлен и разумные талантливый парнишка в отличие от его комиксного прототипа где он чаще всего показан в лице глупые собачонки а вот про гарфилда того же нельзя сказать то есть наоборот если он в комиксе был показан как хитрый умный смышленый котяра то здесь он ну тупой то есть если канал то у него тут обычные какие-то развлекательные ролики которые сделаны довольно всрато то есть анбоксинги игровые видео не клюши трюки на bmx какие-то челленджи и даже монтажик посвящена лазанье который тоже очень это прекрасен лазанье но если бы сам лазанье был панул за это очень вкусно описание к роликам на каналах ребят у гарфилда например там нехилое количество грамматических и лексических ошибок что вдобавок сопровождается каким-то экспрессивным методом письма ну то есть это я про перебор с восклицательными знаками это во-первых и во-вторых использование капса как у агрошкольника плюс не знаю почему но он в описании к своим видосам указывает название треков которые никакого отношения к его роликам не имеют что опять же только больше указывает на ну не очень высокий интеллект гарфилда а вот оди пишет грамотно использованные треки не путают ну и молочи на пёс короче вот только что этим хотели сказать создатели шоу непонятно то есть в оригинале это все было иначе ну ладно давайте наши же просыпать этот момент без от второго сезона на тот самый часовой обзор на комикс начинается тут все собственно так как мы уже привыкли с экранизации комикс нам показывает джона пытающегося найти на столе свою курительную трубку как вдруг он замечает что трубка находится у гарфилда во рту причем тот не стесняйся осуждаем уже вот отрывок комикса но дальше интереснее на экране появляется таинственный мужик он начинает вещать о том насколько потрясающий и глубокий смысл несет в себе этот комикс хотя на самом деле ничего примечательного в этом комиксе нет он довольно простой и посредством однако мужика от восхваления не оторвать он называет комикс про трубку грандиозным а джима дэвиса это если что создатель гарфилда он станет в один ряд с сократом и леонардо да винчи но зачем он это делает и зачем он делает это целый час ответ на эти вопросы стёб создатели лазанья кат просто простебали его самого схваления авторов комикса то есть если покопаться в архивах можно неоднократно заметить как студия джима дэвиса расхваливает и себя и гарфилда и себя за гарфилда до ребрендинга их сайта но то он в разделе был абзац про то насколько джим любит все человек ну пусть будет и в принципе творение многие любят поэтому ладно есть частично за что себя хватит но переходить конечно не стоило бы не стоило бы но молодец равно дэвис талантливый автор и насколько гарфилд гениальный и уникальный проект есть даже ролик 2014 года где уже старый джим дэвис сидит в окружении игрушечных гарфилдов и восхваляет свое творение середине ролика он даже говорит что гарфилд такой же популярный персонаж как и санта клаус и у меня конечно нет какой-нибудь статистики чтобы с этим спорить но правда в том что оригинальный комикс в лучшем случае средненькие да они милые забавные но не настолько чтоб кричать об их гениальность местистика вот именно об этом как раз и тот самый часовой ролик где мужик просто пародирует джима дэвиса его студию где он целый час обсуждает комикс из трех картинок он даже просит зрителей попробовать перечитывать комикс как минимум час ну и дабы показать насколько нелепо выглядят попытки студии вознести себя в один пантеон с богами когда часть их комиксов посредственные когда никакого новаторства там нет авторы лазанья кэт выпускает эпизод 03 28 1992 эпизод про выступление джона оди и гарфилда на шоу мистер весельчак на этом шоу джон закидывает на себя ноги и начинает бегать внутри петли круг за руку публику это не ультра хорош но тем не менее они сидят и смотрят а когда представление кончается и кажется проходит день-другой выходят газеты с хвалебными заголовками по типу дебют мистера весельчака произвел настоящий фурор или о том что публика была околдована шоу хотя но мы с вами видели что это не так и вот суммируя все это можно увидеть четкую критику по оригинальному творчеству о гарфилде что это на самом деле не особо впечатляющий комикс что шутки и формула в нем повторяются из раза в ра что если перечитать кучу комиксов сложится впечатление будто бы ты все это ну да кстати так смотреть то но со мной со мной гарфилд приятный персонаж не могу я не хочу говорить что он реально неприятный персонаж в плане ну как самая личность его может и неприятно я имею ввиду что образ его сам по себе нарисован и сделан классно время читал один и тот же выпуск структура в них такая первые две панельки строит ситуацию третья добивает все пончета пошла при этом в классика создатели считают это всем гениальным может конечно они тоже стебутся но если лазанье кэт это стеб то это стеб стеба получается чем я тогда вообще занимаюсь сейчас и вот мы наконец и добрались до финала до того самого результата тех самых опросов у кого сколько было и вот это вот все целых 4 часа 40 минут и 42 секунды что же в этом ролике все это время показывает но собственно сообщение людей позвонивших на бесплатный номер дабы назвать свое имя и количество сексуальных партнеров что интересно сообщение доносятся в нескончаемом цикле из трех разных сцен происходит это так джон сидит на кресле читает газету а следом стук в дверь и манекен на пороге с ответом и запрос не затем вся сцена оказывается всего лишь трехпанельным комиксом из газеты который теперь читает garfield и теперь garfield открывает дверь и встречает на пороге манекен и когда манекен отвечает на вопросы запрос не по все вновь превращается какая-то рекурсия прям тяжко ну как это сделано смонтировано очень круто где это правда теперь газета в руках оди и ему тоже звонят в дверь и перед ним тоже манекен а потом комикс и снова джон и так далее на протяжении четырех часов этот цикл продолжается и продолжается что опять же продолжает идею цикличности оригинальных комиксов с их бесконечной формулой и отсутствием кого-то блин кого-то чего-то новаторского хотел сказать правда тут ребята реально запарились и не использовали одни и те же футажи заменяли штекс в окошко и менялась также время суток а также манекены за что определенный респект но давайте бездушных деталей перейдем к самому эпику который можно сказать начинается тогда когда джон открывает дверь не манекену а самому себе джон арбакал 2 между двумя джонами наступает неловкой молча до 1 джон говорит джон арбакал сера и закрывает мы видим как уже постаревший джон стоит перед дверью и смотрит через окно на рыжего кота только на реалистичного рыжего кота после он в одиночестве идет по улице пока в какой-то момент не замечает двух манекенов которые оставляют за собой чемодан джон подбирает его и открывает уже в автобусе и до внутри высохших херам код фуга гадость как перемещается в пустынные горы где какого-то вроде человеческая версия гарфилда с неприкрытым достоинством я правда пожалуй прикроет достоинство сам на монтаже и вот человеческий гарфилд очень эпично начинает бежать прямо на джона в супер медленном слоумо это не эпичнее той драки во дворе конечно и когда наконец забег доходит к логическому завершению человеческий гарфилд дотрагивается до джона исчезает затем появляется за спиной джона начинает что-то шептать а после исчезает уже джон на его месте теперь куча червей человек гарфилд берет червяков и начинает какого-то черта орать ну и магия монтажа мы теперь видим перед собой не кричащего оранжевого мужика а девушку в сортире там она рожает ребенка и честно я даже подумать не мог что подобное на ютубе в принципе возможно загрузить ну там как будто реально рода реалистичны показаны поэтому я показать естественно ничего не буду хотите посмотрите просто расскажу на фоне лица девушки или на своем фоне короче не знаю как там на монтаже пойдет в общем ребенок в унитазе а девушка тем временем на поиском языке говорит о том что это не ее ребенок что это дитя тьмы что она в аду что это и есть от ну и прочую ересь потом она уходит а ребенок остается правда рядом с ним еще рыжий кот а после весь экран становится оранжевом и ролик кончается вы хотите спросить наверное давайте по порядку начнем со старого джона почему он старый ну возможно так пытались показать герои если бы он жил в реальности то есть если комикс уже много-много десятков лет больше 40 то и джон естественно должен быть стариком а гарфилд естественно уже давно умер бы что касается ребенка в конце это метафора перерождения джона ведь в конце младенец лежит в той же одежде что и джон а рядом рыжий кот и опять символизм цикличности как бесконечно зацикленный комикс эта история будет повторяться а следовательно и жить вечно и до сегодня историю джона и гарфилда действительно уже пишут и переписывает и переделывают фанаты то есть создают анимации комиксы видеоигры каждый раз их лор меняется но что-то все таки остается неизменным уже прошло больше 40 лет с момента создания гарфилд за последние 10 лет становится только популярный популярный у тебя фрай тоже что он реально популярно вроде как фильм даже много выйдет я думаю это далеко не конец то есть я думаю что еще мы увидим много чего по этому рыжему коту но если вам было мало я какая же карфилда нулевых но на фильм смысле вот на бусте можете посмотреть ламповый обзор ну и плюс ребята ссылочка на оригинал описании приходите подписывайтесь на канал mystery force обязательно обязательно подписывайтесь на мой канал мне было бы очень приятно и всем удачки всем пока